Хочу напомнить, что на моём YouTube-канале и на моём Telegram-канале моего магазина проходит новогодний конкурс. Осталось три дня до розыгрыша новогодних подарков. 11 декабря в 15.00 по Москве увидимся в прямом эфире на моём YouTube-канале. И я разыграю новогодние подарки среди своих подписчиков. Условия конкурса вы увидите внизу в описании под этим видео. Так что участвуйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы, что в Telegram-канале, что на YouTube-канале и оставляйте комментарии. Всем удачи! С наступающими праздниками, с наступающим Новым годом! На моём канале праздники приходят раньше. Ещё раз всем удачи! Всем привет! Приветствую вас на своём канале Историю жизни с Эмилией Гарден. Продолжаю украшать свой дом к Новому году. И сейчас всё подробно и по порядку. Начну с этой консоли. Как это произошло, сейчас всё покажу. Консоль, которую мы переставили там, где стоит ёлка, она весной, летом, осенью стоит около стены, мы поставили около дивана. Каждый год мы её сюда переставляем. Вымываю её и делаю на ней композицию. Сотворила в хрустальной вазе прекрасный букет с живых веточек пихты. Аромат стоит просто сумасшедший. Поставлю сюда дерево из кристаллов, оно всё сияет, переливается. Подсвечник в виде фонаря и книги. Мне кажется, вполне достаточно и уютно получилось. А теперь, медленно, но верно, я перехожу делать композицию на своём комоде. На комоде я сделаю композицию чем-то схожую с композицией на полке под телевизором. Хочется в этом году что-то такого лесного, побольше зелени, побольше ягод. Не знаю, с чем это связано, но очень это хочется мне сделать. Убираю букет, подсвечники и начинаю творить. Вытираю комод, раскладываю ветки ягод. Здесь будет очень много ягод. По бокам разложу вот такие ветки туи. Потрясающая туя, которая украшает и осенью, и зимой в любой композиции смотрится превосходно. Добавлю книг. Мне кажется, они зададут здесь нотку такой винтажности, уюта. На эти книги и я поставлю сверху фарфоровую лошадку. Вот таким образом теперь это место смотрится. Расставлю деревянные подсвечники, но они такие постаменты под свечи. И добавлю фарфорового щелкунчика. Все задекорирую зеленью. Это ветки хвои, такой как туя, ягоды, гирлянды из туи. Будет, мне кажется, здесь также уместно. Сделаю такой букет среди вот этих вот деталей. Сотворю такой зимний красивый букет. Так что букеты можно делать не только в вазах, а полка под телевизором или комод или столешница маленького столика тоже может быть вместо вазы. На этой всей плоскости можно сотворить просто невероятно гигантский букет. Добавлю побольше ягод и, скорее всего, я разложу гирлянду. Хочется, чтобы вот эта вся композиция просто светилась как никогда очень ярким светом. Для этого я гирлянду раскладываю сверху уже возведенной композиции, чтобы слегка ее только запрятать шнур и все. А все огонечки, чтобы были как будто бы поверхностно. Но в то же время проводы, чтобы не было видно. Тогда композиция будет очень яркой. Добавлю вот такие елочки. Они как будто изо льда. Зададут этой композиции побольше загадочности, сказочности, волшебства. Не бойтесь декорировать свои дома. И не обязательно на комоде может присутствовать только где-нибудь елочка или какая-нибудь лошадка. Декорируйте, фантазируйте, девочки. И у вас получится волшебный интерьер, сказочный новогодний интерьер, не похожий на все остальные. Добавлю к деревянным постаментам под свечи вот такого потрясающего оленя. Он как будто сделан из дерева. Потрясающе выполнен, на мой взгляд. Очень детализировано, красивые такие разветвленные рога у него. А на шее у него красивый рождественский венок из пуансеттия. Потрясающе выглядит и дополняет мою композицию. Зажигаю свечи и вот такой комод волшебный, загадочный и который хочется разглядывать у меня получился. Натуральные ветки пихты я дополнила вот такими изящными веточками со стразиками, а с такими бусинками, как будто бы жемчужинки и блестящими зелеными ветками. Потрясающе получился красивый букет. Ну и к тому же хвойные натуральные ветки сейчас, конечно, источают невероятно божественный хвойный аромат. Добавлю на стол вот такие вот подсвечники в винтажном стиле. Мне кажется, они хорошо впишутся в мой интерьер. Добавлю также елочку и винтажные столовые свечи. Свечи в стекле, которые источают также аромат пихты, я думаю, как никогда будут здесь уместны. Тем более в этих свечках натуральный воск и натуральное масло пихты. Поэтому только польза от этих свечей и никакого вреда. Моя прихожая также не останется без внимания. Убираю весь осенний декор. Он у меня хранится в контейнере. Убираю все осенние гирлянды. Они у меня также хранятся в контейнере с осенним декором. И отправляю на хранение в кладовку. Вытираю свое зеркало и вот так развешиваю гирлянду, которая как бахрома. Позже вы увидите, почему именно ее я здесь задействую. В декоре своего зеркала я буду использовать не привычную всем хвойную гирлянду, а гирлянду лиственную с ягодами. Будет смотреться такая декорация, композиция более воздушно и, на мой взгляд, интересно. Возьму гирлянду более с крупными ягодами, с зелеными листьями. И также гирлянду с пестрыми листочками и более изящную. Она будет как бы спадать чуть-чуть с зеркала и, мне кажется, будет очень хорошо смотреться. Дополню сбоку, с другого боку, хвойную гирлянду, но такую легкую. И каждую веточку я могу спокойно обмотать вот этой гирляндой бахромой. И воздушность будет на зеркале. И потрясающая композиция, на мой взгляд, получилась. На комоде я также создам композиции новогодние. Задействую такие яркие, красивые, рождественские, поистине рождественского цвета, девочки, вазы. И в них создам букет. С помощью изящных веточек, вот таких со стразиками и жемчужными бусинками. Также изящными, такими тонкими веточками, но блестящими полностью. Цвет шампанского также будет присутствовать в виде вот таких веток колосья. И добавлю немножко зелени с помощью литых веточек хвоем. Поставлю сюда вот такой домик. Здесь все играет и поет, так скажем. Здесь и водят хороводы, люди тут же поют песни. То есть этот домик заменяет кучу других домиков. Дополню светодиодными елочками. И вот такая композиция на комоде у меня получилась. Эту консоль вы все знаете. Она у меня стоит сразу при входе в дом. Здесь также будет новогодняя композиция. Я добавлю сюда новогодний букет, книги, подсвечники. Свечи в этот раз будут не красные, а нюдового оттенка. И на книге я поставлю просто Деда Мороза. Небольшую фигурку. И я думаю, будет вполне достаточно. Здесь у меня есть диванчик. На нем лежат подушки. Я зеленую подушку и подушку-тыкву убираю. А на их место я положу вот такие потрясающие новогодние подушечки. Дополню все это новогоднее изящество вот такой картиной, зеркальной картиной. Там зеркальный изображен олень. Он из мозаики зеркальной сделан. И на дверь повешу потрясающий венок капля. Он очень красиво смотрится на двери и дополняет всю атмосферу вокруг. Весьма детализирован, очень качественный. В этом веночке и атласные ленты, и эвкалиптовые листья, ветки, и бубенцы, и литые ветки хвоя, и золотой папорник. Очень красивый веночек. В свою прихожую я также поставлю нескольку. Небольшую елочку и светодиодное дерево. Такое ощущение зимнего леса. Мы украсили с вами прихожую. И теперь сейчас украсим вот этот проем между кухней и прихожей. В том году я уже вам показывала. Это делается, оно мне так и хранится. Покупается хорошая труба для шторки в ванную комнату. Накручивается на нее гирлянда. В том году у меня были люстрочки на ней. В этом году тоже будут люстрочки. Только вот такие, девочки. Вот, как свечки такие. К нашему винтажному стилю в этом году, я думаю, очень даже хорошо будет. Сейчас все мы это намотаем. Вот сюда с дочкой прикрепим. Она будет с одной стороны держать. Я с другой распорку сделаю. И покажу вам, как это будет выглядеть. Вот так, девочки. Я сразу же здесь вот внизу их разложила. Люстрочки, да. И потом вот сверху, чтобы мне легче было их потом снимать с этой гирлянды. Никуда я не заматываю, просто раскладываю. И вот так вот зацепляю. Некоторые потом будут свисать больше, некоторые меньше. Сейчас мы это поднимем, и это будет вот здесь. Девочки, переключаемся. Выглядит теперь это дело вот таким образом. Вот такие вот люстры у меня будут висеть. Сейчас я украшу это все шоколадными конфетами в виде игрушек. Также украшу карамельными конфетами. Это будет очень-очень красиво. Расправлю я буду украшать проем. Все эти же украшения на следующий год можно использовать в декоре елки. На кухне или в гостиной. То есть эти игрушки всегда будут актуальны. И интересно смотреться на любой елке в любой комнате. Например, в том году в нашей спальне с мужем у нас была карамельная елка. И потрясающе это все смотреть. Сейчас я карамельно-шоколадными игрушками буду украшать проем между кухней, гостиной и прихожей. Так какие игрушечки я буду задействовать? Шоколадного цвета, конечно же, в виде шоколада. Прямо цвет очень красивый, прям такой приятный шоколадный оттенок. Эти игрушки имеют сосульки. Вот такие вот чистые шоколадные оттенки, чтобы разбавить немножко шишки. Тоже цвет очень красивый, такой шоколадный, девочки. Конфеты. Конфеты шоколадные, как же без них. Вот такие игрушки шоколадного цвета. Конфеты красные такие подвесы. Они пластмассовые, легкие, поэтому любое украшение, любая гирлянда в проеме выдержит. Даже на игрушке буду использовать. Такие, как вот такой посох, барабан, венок. У меня еще есть карамельная елочка. Вот такие высокие, вот такие длинные, красивые карамельные игрушки также будут присутствовать. Посмотрите, они какие красивые, девочки. Они большие по сравнению с другими игрушками, и это будет очень хорошо смотреться, вытягиваться. Вытягиваться будет композиция. Вот такие игрушки у меня есть еще. Это позапрошлого года, по-моему. Я их тоже здесь буду использовать. Такая вот вкусная будет новогодняя композиция. А в прошлом году я делала проем полностью из сосулек. Вот большие сосульки также будут использоваться. Разные вот такие подвесы. И, конечно же, эльфы. Видели, у меня в гостиной эльфы наряжают елку. Здесь он будет наряжать проем. В руки я ему также дам бусы. Он красиво будет как будто бы летать и наряжать проем. Вот такой вот невероятно красивый и вкусный проем у меня получился. Здесь задействованы шоколадного цвета и карамельки. Карамельного цвета игрушечки. И вот так вот все это выглядит. Когда вместе сочетаются карамельки и шоколад. Ну а теперь давайте посмотрим, что получилось у меня в моем доме. При входе в дом открывается вот такая картинка. Поворачивая голову, мы видим зеркального оленя, потрясающую елочку в коридоре, зеркало. А немножко пройдя вперед, буквально шаг два, перед нами открывается наша центральная торжественная елка в гостиной. Проходя дальше по моему дому, мы видим вот такой вот невероятно сказочный проем. И среди этого проема портрет Деда Мороза. Если пройти мимо кухни, то взор падает также на декорацию, где представлена святая семья. А пройдя вперед, мы попадаем в новогоднюю гостиную с большой красивой елкой, где уже лежат подарки. А на этом я закончу свой обзор. Увидимся в следующих обзорах. Всем мира и добра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»